Путин снова обстрелял Белгород и Воронеж, правда в этот раз как-то очень слабо. Но на этот раз жители Белгорода засняли, откуда производились пуски ракет. Их запускали из окраин, а потом они падали в разных районах города. Местные жители в шоке и выпучив глаза бежали в убежище, спасаясь от обстрела, организованного кремлевским режимом. Тайга, иди, Тайгуша. Обстрел, убежище закрыто. Откройте, пожалуйста, дверь, обстрел идет. Откройте дверь, обстрел идет. Ого. Опять, опять, опять. Москва специально обстреливает Белгород. Так же само, как она постоянно обстреливала Донецк, чтобы обвинять Украину. Только сейчас на Донецк уже никто не обращает внимания, поэтому выбрали Белгород как очередную разменную монету. Московский режим, видимо, будет и дальше стрелять по городу, чтобы попытаться отвлечь внимание от своих военных преступлений в Украине. Нормально. Также кремлевская хунта бахнула ракетой по Воронежской области и разнесла в труху половину села. Сначала там говорили, что все нормально и никто не пострадал, а потом оказалось, что ликвидировано 11 человек. А российская пропагандистка Скобеева вот так прокомментировала удар по Петропавловску и обвинила российский режим в безжалостной атаке. И это уже не говоря о том, что россияне сегодня снова подбили свой фронтовой бомбардировщик Су-35. Под Красноперекопском в Крыму сработала система С-400 и подбила истребитель РФ. К сожалению, он не разбился, а сел на аэродроме с критическими повреждениями.